fight number six in the middleweight division у плаван углу in the blue corner николай никитенко итак средняя самая категория николай никитенко против зорана дода так николай первым выходит вот он 32-летний капитан команды кузня из краснодара закончил факультет экономики управления бизнеса кубанского государственного технического университета чемпион мира по кикбоксингу 2018 года причем сразу в двух разделах к 1 и волки один раз выступал по профи в боксу но уступил решением борисов ковали чемпиона россии и призер чемпионата мира по французскому боксу сават чемпион россии по командным боям 4 на 4 спарта многоградный чемпион региональных турниров по рукопашному бою мэй тайского бокса панкратиону многие знают николая по его фееричным выступлениям турнирах термопил team combat это формат стенка на стену где никитенко мог без замены побиться с пятерыми оппонентами подряд поймем и пока скромный рекорд одна победа ноль поражений и очень интересно что сегодня нам покажет николай соперник серьезный чай в сервеном углу на свинке зоран трактор Зоран Джодж! Махмуд Мурадов, он там всю дистанцию прошел, все три раунда. Махмуд Мурадов, мы знаем, да, сейчас выступает в UFC. Ну и свой прошлый поединок он провел 10 июня против Дениса Якимова, также представителя команды Кузня. Так что вот теперь еще один капитан, теперь уже Кузни, противостоит Зорану Джоджу. 84 килограмма, напоминаем, средний вес. Да, ну и один ничейный результат. По большей части нокаутом побеждал Зоран Джодж, но и проигрывал тоже по большей части нокаутом. 32 поединок, это серьезно. Да, то есть опыт как бы то ни было присутствует. Ну а что касается стиля, Зоран работает с дистанцией, старается контролировать расстояние джебом, но при этом не всегда видит удара соперника в партере. В партер вообще старается не заходить. Но в принципе что-то подскажет, что Николай тоже предпочитает работать в стойке. Да, и мы, наверное, ожидаем, что большой шанс, что бой не продлится долго. В злой корне, партер из России, он весит 84.2 килограмма, профессиональный record of 1 win, не победа. Николай Никитенко! В злой корне, партер из России, он весит 84.2 килограмма, профессиональный record of 13 wins, 70 losses, и 1 draw. Зоран Трактор Джодж! Судья у ринга Велимир Младенов Итак, начинается бой в средней своей категории Николай Никитенко против Зорана Джоджа. Джоджа. Итак, 33 года одному, 34 другому. Опытные спортсмены. Итак, смотрим. Причем опытный спортсмен, я имею в виду вообще эту фразу относительно Николая, если брать вообще его бэкграунд в единоборствах, конечно же. Ну, мне кажется, бой из серии не моргайте, потому что все может закончиться очень-очень быстро. Зоран Джодж верит в себя, идет даже в борьбу. Да, пытается зайти в борьбу. Ну, наверное, в стойке он явно не чувствует, что у него есть какие-то шансы. И я, наверное, склонен согласиться с этим тезисом, что Никитенко, я думаю, что стойки-то разобьет. А вот попробовать в борьбе, может быть, что-то придумать. Ну, учитывая то, да, сколько регалий по кикбоксингу у Николая, можно было предположить, что Зоран постарается бороться. Но как-то очень легко прошел эту борьбу вообще, в принципе, Джодж. Ну, опять же, пока что ничего такого опасного он не создал. Да, ногу подхватил, но защитился Никитенко, разворачивает и занимает центр октагона. Ух! Быстрый удар у Николая. Пока Никитенко присматривается и ждет первое движение правой прямой. Бросается в борьбу неудачно. Ну, вот так на колено можно наброситься. Уж очень медленно и так прям вяленько кидается вперед Джодж. Ух! И опять немножечко не хватает дистанции Никитенко. Но это пока, я думаю, что... И, кстати, попал, попал, да, встретил Джодж. Да, возможно, все идет до одной единственной ошибки. Вкладывается в каждый удар справа, неплохой лоу-кик от Никитенко. Не всегда готовит он эти удары в правой руке. Да, он как-то прям вот очевидно хочет ударить справа и на этом ловит его Джодж. Ну и пару ударов с разворота. Неплохо. Пока защищается Зоран. Хорошая реакция. Здесь пропустил удар в челюсть, но выстоял. Даже в Гроге не оказался Зоран. По корпусу старается по разным этажам работать Никитенко. Руки опущены. Уверен в своей реакции российский боец. Подбирается, подбирается Никитенко. Видно, что дистанцию потихонечку начинает чувствовать и уже начинает попадать. Да, Николай очень жестко бьет. Это видно. Каждый удар чувствует Джодж. При этом, опять же, кажется со стороны, что Николай может работать в более высоком темпе. Пытается доверного разыграть каждый эпизод. Здесь мимо на подшаге мог перекидыть колено в голову. Не попал, мне показалось. Да, но движение было опасным. Я отдаю должное Джоджу, потому что все-таки соперник перед ним именитый, мастеровитый, но он не боится и, в общем, ищет свои шансы. И попадал в стойки были моменты, и в борьбу продолжает лезть. И как минимум он нейтрализует сейчас Никитенко. По корпусу добавляет Зоран. Да, в борьбе, конечно же, намного меньше прилетает сербскому бойцу. Затяжной клинч. И вот здесь есть шанс вырваться из этой борьбы у Николая. Зацеп и сваливает даже Зоран. И вот у нас тейкдаун. И оказывается, в довольно неплохом положении-то Зоран Джодж. Минута 20 еще. Боковой контроль и маунд. Вы посмотрите, сейчас и до удушающего не дрикано, а не тот-то было. Разобрался Николай. Мастерства немножко не хватило. Итак, какой будет расплата? Локоть на коротке. Несколько раз подряд выбрасывает Николай. И обратно. Вот только я хотел сказать, что прозвенел звоночек для Николая. И он все-таки сумел ситуацию повернуть в свою пользу. Но обратно, обратно. Зоран Джодж заходит в фулл маунд. И спину-то может сейчас забрать. Сейчас может и вываться. Попытка удушающего. Но здесь не та позиция. Но и опять. Опять он упускает. Пытается колено под себя убрать Николай. И есть. Освободил с левой рука. Есть возможность для нанесения ударов. 30 секунд еще. Хаммерфисты пошли. Локти. Граунд энд паунд. И добивает его. Здесь уже может и вмешаться рефери. Потому что... Там рассечение, кажется. Да, рассечение есть. Ну что ж, дотянет до гонга об окончании раунда Зоран Джодж. Да, еще один удар. И кажется... Ой, как больно по пятой точке. Еще один удар. Сейчас могут остановить. Могут остановить. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Надо ли выходить на следующий раунд? Нет. Все. Бой завершен. Возможно, за одну секунду до конца раунда. Это там уже вот прям палец на гонг, на вот этот сигнал должен был быть нажат. Но за долю секунды. Я думаю, что там 10-ая, наверное. Ну что ж, опять в первом раунде закончилось. Но, но не так, наверное, уверенно выступил Никитенко, как мы, наверное, от него ожидали. И да, был небольшой шанс у Зорана, когда он все-таки перевел Никитенко в борьбу. Вот как следует расположиться. В партере не получилось. И все-таки Николай сделал свое дело. Одержал вторую победу в карьере. Очень сильный удар у Николая. Ну что ж, у Кузни против Зорана Джоджа теперь 2-0. Ну и в обратную сторону 0-2. И вообще, если взять команду Кузни, да, и опять сравнить Виктора Колесника, Артема Фролова, Николая, да, больше негатив к ударной технике. И она ближе, наверное, к школе Шторм. Вот такая. Старается действовать креативно, много удара с вращением. Не очень любит клинчи. Ну что ж, Зорану, спасибо за этот бой, а Николай с победой. Победа у первой рунды техническим нокаутом. The winner in the first round by technical нокаут. Николай Никитенко. Ну а мы смотрим повторы. А вот здесь попади в печень, Николай, все бы уже закончилось сразу. Да. Причем пытался раздергать соперника, но как-то вот Джордж не особо велся, просто закрывался, перевод в партер. И были опасные моменты. Хорошо, что была пара эпизодов, когда Николай сориентировался и не позволил провести удушение. Продолжение следует...